Чернобыльская авария Плохо подготовленный и ошибочно выполненный экспериментальный запуск на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года привел к катастрофе, масштабнее которой человечество еще не видело. Сотни людей погибли, тысячи заболели, десятки тысяч столкнулись с рисками для здоровья и были вынуждены навсегда покинуть свои дома. Вот как все начиналось. Строительство первой очереди Чернобыльской АЭС было начато в 1970 году. Для обслуживающего персонала рядом был возведен город Припять. 27 сентября 1977 года первый энергоблок станции с реактором мощностью в 1000 мегаватт был подключен к энергосистеме Советского Союза. Позднее вступили в строй еще три энергоблока. Ежегодная выработка энергии станции составляла 29 миллиардов киловатт-часов. 9 сентября 1982 года на ЧАЭС произошла первая авария. Во время пробного пуска первого энергоблока разрушился один из технологических каналов реактора. Была деформирована графитовая кладка активной зоны. Пострадавших не было. Ликвидация последствий ЧП заняла около трех месяцев. В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС проводились испытания турбогенератора. Планировалось остановить реактор. При этом планов была отключена система аварийного охлаждения и замерить генераторные показатели. Безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 23 минуты московского времени на энергоблоке произошел взрыв и пожар. До сих пор все попытки подсчитать ущерб от чернобыльской аварии остаются неполными и неокончательными. Ведь ее последствия будут сказываться на жизни планеты еще сотни лет. Но приведу некоторые цифры. Первые официальные оценки ущерба, сделанные в середине 1986 года, говорили о сумме ущерба 3-5 миллиардов долларов. Через несколько лет рассчитывали, что до 2000 года придется потратить до 120 миллиардов долларов. В 1990 году эта величина определялась уже в 358 миллиардов долларов. И еще цифры для понимания. В 1994 году расходы, связанные с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, достигли в Белоруссии 20% национального бюджета. На Украине 4 и в России 1. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. И сегодня мы с вами поговорим о самых дорогих ошибках в истории. Исчезновение Аральского моря Аральское море – бесточное соленое озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов 20 века уровень моря и объем воды в нем быстро снижается вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи. Сегодня на интенсивное орошение полей хлопчатника и риса уходит значительная часть стока этих двух рек, что резко сокращает поступление воды в их дельты и, соответственно, в само море. В настоящий момент высыхающее Аральское море ушло на 100 километров от своей прежней береговой линии возле города Муйнак в Узбекистане. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Чрезмерный забор воды для полива сельскохозяйственных угодий превратил озеро-море, прежде богатое жизни, в бесплодную пустыню. То, что происходит с Аральским морем – настоящая экологическая катастрофа, вина за которую лежит на советской власти. Восстановление всего Аральского моря невозможно. Для этого потребовалось бы в четыре раза увеличить годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи по сравнению с нынешним средним показателем 13 кубических километров. Единственным возможным средством могло бы стать сокращение орошения полей, на что уходит 92% забора воды. Однако четыре из пяти прежних советских республик в бассейне Аральского моря, за исключением Казахстана, намерены увеличить объемы полива и сельхозугодий, в основном, чтобы прокормить растущее население. Поворот сибирских рек 23 октября 1984 года на пленуме ЦК КПСС была принята программа переброски на юг полноводных сибирских и северных рек. В случае успешной реализации этот инженерный и строительный проект стал бы одним из наиболее грандиозных в 20 веке. Его основная цель заключалась в перераспределении речного стока Иртыша, Оби, Табола и других рек в Республике Советского Союза, остро нуждавшиеся в пресной воде – Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. По мнению экологов, осуществление программы могло вызвать неблагоприятные последствия, как затопление сельскохозяйственных и лесных угодий, непредсказуемое изменение режима вечной мерзлоты, повышение солености вод Северного Ледовитого океана, нарушение видового состава флоры и фауны на территориях, по которым должен был пройти канал. Первый этап работ подразумевал строительство канала длиной 2500 километров, шириной от 130 до 300 метров и глубиной 15 метров. Второй этап представлял собой изменение направления течения Иртыша на 180 градусов, то есть воды Иртыша планировалось направить в обратном направлении с помощью насосных станций, гидроузлов и водохранилищ. Однако тревогу забили геологи, проводившие на заявленной территории разведку нефтяных и газовых месторождений. Затопление части Западной Сибири оставило бы СССР без стратегических ресурсов, так что и на этой затее в итоге поставили крест. Что касается стоимости этого грандиозного проекта, то его реальной оценкой никто не занимался, но, как вы сами понимаете, на его реализацию потребовались бы колоссальные суммы. Главный туркменский канал По задумке разработчиков-специалистов, среда с гиппровода СССР, канал должен был пройти через всю территорию Туркменской ССР. От мыса Тахи-Аташ в Низовьях-Амурдарьи до самого Каспия, район Красноводска. По протяженности он должен был стать вторым каналом в мире. До 1957 года предстояло вырыть 1100 километров. Канал рассматривался как транспортная артерия, которая через Каспийское море соединит Среднюю Азию с Европейской частью Советского Союза. Кроме того, он должен был дать импульс появлению в Туркмении новых поселков и промышленных предприятий. Главный туркменский канал обеспечит орошение и сельскохозяйственное освоение 1 миллиона 300 тысяч гектаров новых земель в целях развития главным образом хлопководства, а также обводнения до 7 миллионов гектаров пастбищ пустыни Каракумы, утверждалось в одном из официальных буклетов. С 1950 по 1953 год великая стройка коммунизма сопровождалась шумной пропагандистской кампанией. Проект преподносили народу как воплощение сталинского плана преобразования природы. Строительство было остановлено после смерти Сталина весной 1953 года. К тому времени было построено два небольших участка канала и потрачен 21 миллиард рублей. Трансполярная магистраль Целью данного строительства было соединение западного севера Мурманск-Архангельск с восточным севером Чукотка-Побережье Охотского моря. Эта железная дорога должна была соединить промышленный район с европейской частью СССР. Дорогу строили с 1947 года и до смерти Сталина по маршруту Чум, Лабытнанги, Салихард и Гарка. Всего на стройке было задействовано приблизительно 80 тысяч человек, не считая охраны. Главной проблемой строительства незавершенной трансполярной магистрали оказалась спешка, с которой она возводилась. Сейчас невозможно сказать точно, что способствовало подобному Авралу. Некоторые исследователи даже видят в планировании этого железнодорожного пути подготовку СССР и самого Йосифа Виссарионовича к Третьей мировой. Как бы там ни было, но постановлением Совмина предписывалось возведение в облегченных технических условиях. С учетом тяжелейших северных условий мерзлоты магистраль возводилась гигантскими темпами. Технологии 40-х годов и спущенный сверху темп строительства не позволили должным образом обустроить железную инфраструктуру. С наступлением в Западной Сибири весны начинала таять почва, что ожидаемо приводило к неоднократным и множественным деформациям дорожного полотна и всех сопутствующих сооружений. Значительные участки дороги, сделанные в прошлые сезоны, постоянно подвергались реконструкции. Параллельно с непосредственным возведением новой дороги непрерывно велись ремонты насыпи, укрепления смещенного полотна и прохудившихся мостов. К 1953 году было достроено в общей сложности порядка 900 километров северного пути, большая часть всей магистрали. Но 5 марта умирает Сталин, и уже спустя несколько дней выходит постановление Совмина о прекращении строительных работ на железной дороге Салихарт и Гарка. К тому времени на строительство дороги ушло примерно 1 миллиард 800 миллионов советских рублей. Была организована срочная эвакуация всей рабочей силы, а вместе с этим были вывезены и все подвижные материальные ресурсы. Остальное было попросту брошено. Сахалинский тоннель В сталинской эпохе много белых пятен и неразгаданных тайн, которые и сегодня покрыты паутиной секретности. К ним относится и амбициозная идея сооружения подземного перехода под татарским проливом. Мало кто знает, что Сталин инициировал тему объединения Сахалина с материковой частью суши посредством тоннеля. Тоннель предполагалось использовать в военных целях для снабжения дислоцированных на Сахалине частей советской армии. Строительство велось традиционно для всех великих строек социализма времен Сталина силами заключенных. На Сахалине были созданы крупные исправительно-трудовые лагеря, обеспечившие стройку дешевой рабочей силой. Строительство рассчитывали закончить ударными темпами. Пустить тоннель в эксплуатацию планировали в конце 1955 года. Общий грузооборот железнодорожной линии должен был составить 4 миллиона тонн ежегодно. В районе предполагавшейся паромной переправы были насыпаны дамбы. На мысе Лазарева, откуда должен был прокладываться тоннель, уже был прорыт ствол шахты и насыпан искусственный остров. Строительство тоннеля на тот момент оценивалось в 723 миллиона рублей. В марте 1953 года умер Сталин. И возведение гигантских строек, осуществление которых не вызывалось неотложными нуждами народного хозяйства, было прекращено. В черный список попало и сооружение тоннеля под татарским проливом на Сахалин, носившее в то время кодовое название строительства номер 506. В настоящее время дамбы, которые шли к искусственным островам, размыты. Инфраструктура и постройки практически не сохранились. Остался лишь вертикальный ствол технической шахты, наполовину затопленный и захламленный. Самое интересное, что сегодня рассматриваются варианты возобновления строительства. По предварительной оценке стоимость транспортного перехода составит порядка 400 миллиардов рублей и будет включать в себя 540 километров железной дороги. Оценочная стоимость фактически одинакова и для моста, и для тоннеля.